Приветствую вас, ааа, давайте рассмотрим ваш запрос. Ну, звучит он достаточно простым, ааа, как грять себя в руки и забыть человека. Оказывается, все это время я желаю во лжи и обмана. Спасибо. Ааа, и двуличие. Вы пишете, что жила в двуличие. Это очень интересно наконец-то. Вот, про двуличие. Ну, давайте по порядку. Ааа, во-первых, как взять себя в руки и пишете. Ааа, в первую очередь нужно понимать, что у меня, кроме вашего вот этого текста, вашего вопроса, больше ничего нет. Вот это то, с чем вы решили меня познакомить. Вот именно меня. Вот это вот все, вот эти вот две строчки, это то, с чем вы решили меня познакомить. Ааа, значит, как взять себя в руки? Во-первых, надо бы определиться с тем, что такое взять себя в руки. Вообще как? Это очень многие, очень многие люди говорят, что возьми себя в руки, положим взять себя в руки. Но вот это как взять себя в руки. То есть, ну, ну, вот, ну, было бы здорово, если бы вы сами сказали бы, ответили бы на вопрос о том, что такое взять себя в руки. Вообще как? Потому что, ааа, я, с профессиональной точки зрения, эээ, понимаю выражение взять себя в руки, как, ээээ, синоним, ну, как, набор синонимов. Сразу подавить, полностью подавить свои желания, полностью подавить свои чувства. И мне кажется, мне кажется, что это далеко не лучшая история для вас. Вот. Потому что, ведь вы, если будете себя подавлять, если будете подавлять свои чувства, если вы не будете их проживать, то вы не поймете никогда не своих проблем настоящих, которые не в том, что вы жили в обмане и в уличии. Вы не поймете своих конфликтов, которые связаны только с вами, не связаны с человеком, которого вы хотите забыть. И вы не поймете того, чего вы хотите. А без этого, по большому счету, вы будете менять одно на другое, с силы на мыло. Вот. Кое-как выйдете из этих отношений и попадете в другие, точно такие же отношения. Может быть, конечно, вам повезет и вы встретите человека, который не будет или не сможет воспользоваться тем, что вы уязвимы. Но, по большому счету, ставить свою жизнь, которую вы проживете, в любом случае, от шанса на какое-то событие, которое произойдет с какой-то долей вероятности, ну, мне кажется, крайне расточительно по отношению к своей жизни. Вот. Поэтому брать себя в руки все-таки не надо. А вот пробудиться своими чувствами, раскрыть их и научиться прислушиваться к себе, разобраться в своих конфликтах, в том, что вас болит, в том, что вы хотите, это вполне себе важно. И как раз таки, забыть человека, означает забыть свою боль. Забыть свою боль, означает вычеркнуть опыт, который вы можете получить в данной конкретной ситуации. Вот, что это значит. То есть, так, вот так. Мы бы, ну, мы бы, вы бы, вы бы могли, в принципе, вы бы могли понять, что вы хотите, что не хотите. Вы бы могли понять, где вы себе наносите вред, где вы себе наносите, где вы себе несете пользу. Вы бы могли понять, что соответствует вашим ценам, что не соответствует вашим ценам. Вы бы могли понять, какие конфликты вы пытались решить за счет своего человека, которого вы пытаетесь забыть. Вот, ну, предположить, что это ваш мужчина, ну, давайте просто человек. Будем называть его человек. Вот. То есть, речь идет о, как раз, вот этой вот истории, что вы пытаетесь вычеркнуть опыт, который получают, ну, копоры могли бы получить. Ах. Вот, в принципе, именно поэтому брать себя в руки и сбор человека не нужно. Сделать это, слава богу, забыть человека невозможно. Для себя в руки возможно, забыть человека нельзя. Сделав это, сделав первое, вы еще больше усугубите свои конфликты, которые у вас есть. И проблема по Итубу не речится. Дальше. Оказалось, что я жила в обмане и двуличе. Ну, понимаете, как сказать? Что здесь вижу я? Я здесь вижу не желание, а ваше желание признать то, что вам нравилась иллюзия, в которой вы жили. Да. Эм, кому нравится жить в иллюзии? А человек всегда знает что это иллюзия. Всегда. Вот знаете, обмануть человека практически нельзя, но человек предпочитает верить, предпочитает убедить себя в том, что, ну, что он верит. Почему? Почему? Потому что так он может сохранять в определенной стабильности свою жизнь, так он может не тратить ресурсы на какие-то перемены, так он может не бояться перемен. То есть до определенного момента человеку просто легче верить в то, что, ну, легче верить в то, что все хорошо, легче верить в то, что все правильно. Хотя на самом деле он значит, что ты там, когда до какого-то определенного момента доходишь, да, тут все, тут очень нельзя, тут все начинаются взрывы, 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 скандалы и все, но человек практически всегда знает, когда его обманывают. Определить очень легко это по боли, которую человек испытывает, вот обман, да, то есть чем больнее, тем дольше и сильнее была ваша вера, потому что если бы вы искренне, просто вот искренне доверяли бы человеку, то что так все легко вы бы приняли его обман, его обман, погрустили бы немножко, конечно. Вот это всегда грустно, когда люди уходят, да, когда они оказываются теми, кто они есть, это всегда грустно, но не более того. Ну грустно, да, это такая светлая, светлая грусть, потому что, ну, с вами-то ничего не произошло, для вас ничего не изменилось. Ага, ага, тут вы говорите, что обман, что жили долго в обмане, что вам больно, то есть вера очень сильна и вы припочитали верой. То есть здесь вера, это, по сути, перекладывание ответственности на другого человека за свою безопасность, за стабильность своего, ну, мира, мира. Это не важно, ага, психологического, внешнего мира, особо не важно. Вот. Поэтому, эээ, поэтому, эээ, потому что вы жили в обмане была твоя цель. Это нечто, чего вы, да, чего вы хотели для себя, и это то, без чего вы, без чего вам очень сложно. То есть вот, вас сейчас вытолкнули, вам больно за то, чего вы хотели, и то, за что вы ответственность перекладывали на другого человека. Это обман. Это вот то, как проявляется обман. Ну, какой привести пример? Какой привести пример? Смотрите. Классический, ээ, пример про мужа и жену. Да? А жена, ээ, принимает как обыденный тот факт, что ему с ней практически не общаться. То есть он утром читает газету, сидит в телефоне. Вот. Ну, если честно, например, эээ, с газетой мне нравится больше, чем с телефоном. Вот. А, значит, читает газету. Утром. Эээ, с родина на работе. Вечером он приходит также читать газету. Вот. Вот, естественно, они обсуждают какие-то такие вот бытовые, бытовые, чистые моменты, да. То есть они общаются, но вообще-то они обсуждают чисто такие бытовые моменты. И потом, потом. Потом просто-напросто ложится спать. И всё. А в выходные мужчина занимается самыми разными делами. И он, вроде бы, проводит время с своей семьёй. Да, он проводит время с ребёнком, он проводит время там с женой, они куда-то нести ходят и всё. Ну, вот, мужчина, он постоянно занимается своими делами. И он, как бы, постоянно отклонён. И жена уже понимает это абсолютно нормально, абсолютно спокойно. Но при этом, когда она узнаёт, что её мужчина ей изменяется, начинается там, да, буря, требования, эээ, я не знаю, требования развода, там, какие-то оскорбления, обвинения с её стороны, с стороны жены. Вроде, это то же самое. То есть, я говорю, ну, всё это время я думала, что у нас хорошая семья. Ну, какая хорошая семья, если в тот момент, в тот момент, в тот момент, в тот момент, в тот момент. Что говорит этот человек? Человек говорит, что ты там такой-то такой-то. То есть, идут сплошные обвинения. Никакой личной ответственности нет. И обвинения идут не просто так. Ей страшно. Она боится, она боится перемен, она боится того, что произойдёт дальше. Вот. Это обман. Она обвинилась своего мужа в обмане. Говорит, что он обманщик. Ну, он, может быть, и обманщик. Ну, вопрос, вопрос к человеку, который жил в таком режиме пять лет, десять лет, пятнадцать лет. То есть, как бы, вопрос. Так, а, тебе нравилось в таком режиме жить? Ты хотела в таком режиме жить? Ты жила, ты правда считаешь, что это нормально? Угу. Вот, потому что ты считаешь, что так нормально. Мужина, он, и, как бы, начал получать то, что от тебя не получил, да, у другого человека. Вот, ну, тебя раз попросил, два попросил, он видит, что ты особо не хочешь, не хочешь, и всё. Да, понятно, что мужчина здесь тоже ответственен за то, что не стал чётко обозначать свою позицию, но он тоже, как и жена, он тоже боится перемен. Вот два человека, боящихся перемен, просто живут в таком иллюзорном мире. Вот, когда этот иллюзорный мир даёт трещину, то вскрывается то, что люди совершенно не самостоятельны. Среди фрики, объединения и скандалы. Поэтому, главное, это вот именно про это. Что касается двуличия, то здесь, в принципе, тоже самое. Здесь тоже самое. Понимаете, понимаете? Ага, я... Я не знаю, в каком контексте двуличия используете вы, ну, то есть, что вы понимаете, под двуличия я не знаю, но я совершенно точно знаю, что человек не идеаль. И, на мой взгляд, двуличия, это когда есть очень ярко выразленный образ человека, и есть его другая обратная сторона. И проблема ваша, я ещё раз повторю, я не знаю, что вы понимаете, под двуличия здесь. Это просто мои предположения, предположения. Проблема ваша заключается в том, что вы по причине своих желаний, по причине переноса ответственности личной за них на другого человека. Поверили, вы поверили в этот образ идеальный, вы поверили, что есть идеальный образ человека, вы поверили, что это единственный идеальный человек. Ну вот, ну и всё, вот отсюда. И из-за этого вы разгласились с тем, что узнали правду, что идеальный людей не бывает. Но вопрос, наверняка, а почему вы до этого не знали эту правду? Почему вы до этого не знали о том, что не существует идеальных людей? Вот в чём вопрос основной. Значит, вы отрицаете не идеальность. А раз вы не отрицаете не идеальность, то вы отрицаете человечество. Вы отрицаете не соберảnенство, вы отрицаете свои сладости. Из-за того, что вы отрицаете свои сладости, вы не можете быть собой. Из-за того, что вы не можете быть собой, с вами другой человек тоже быть собой не может. или вы выбираете тех партнёров, которые не могут быть собой в принципе. Вот и всё. И чтобы решить проблему, вам нужно просто принять своё несовершенство, принять свои склады слабости, свои желания, взять личную личную ответственность и всё у вас будет хорошо, хорошо, хорошо. Вот, ну, на своих условиях это легко, на деле это психотерапия, конечно, вот, но проблема решаема более чем при вашем желании это делать. Вот, ну и такой короткий вопрос не может решить ваши проблемы, потому что короткий общий вопрос предполагает наличие общего ответа, а общий ответ не учитывает ваши индивидуальности и особенности. Видите, 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 вы даже здесь себя обесцениваете. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего вам самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация возвращается. Продолжение следует...